Напомним, еще в сентябре был объявлен конкурс с техническим заданием на разработку архитектурно-строительной концепции «Две площади одного квартала», предусматривающую реконструкцию квартала центральной части города Бреста в границах улиц Мицкевича, Карбышева, Пушкинская и Куйбышева. На конкурс было представлено 11 проектов из Беларуси, России и Дании. Для участников были поставлены следующие задачи – решить проблемы с недостатком парковочных мест в данном квартале, обеспечить подземным или многоуровневым паркингом, расположенным на территории бывшего автовокзала и рынка, создать многофункциональный объект с организацией нового публичного пространства. Выбор перед членами жюри встал действительно непростой, ведь все проекты оказались интересными, яркими и современными. Сегодня скорее стоит выбор не между тем, чьи проекты более интересны, потому что действительно очень сложно выбрать. А выбор стоит, насколько мы сегодня можем себе позволить или найти такого инвестора, который либо готов полностью квартал переформатировать в новую функцию, в новую архитектуру, в новую начинку, либо это будет такой подход больше сохранить то, что есть и максимально дополнить, насыщить, увеличить количество функций. Перед вынесением вердикта жюри главный архитектор города Николай Власюк поделился своими симпатиями в отношении проектов конкурсантов. Из представленных проектов практически все могут быть реализованы. Сегодня у нас уже есть арендаторы, которые арендуют автовокзал под функции, под кафе, общепит, парикмахерское и прочее. И, например, если мы сейчас будем просто дополнять существующие функции, то оно будет востребовано, будет жить и оно тоже станет интереснее гораздо и будет уже работать в новом формате. Но если мы хотим получить совершенно отличную от существующей ситуации среду, вообще квартал, другое пространство, современное, как бы такое креативное, то здесь должны быть более кардинальные меры. Были предложения по изменению функции этой территории с тем, чтобы сильно не нагружать ее автомобильным транспортом. Вот неплохая идея, например, разместить там гостиницу в составе вот этого торгового комплекса. То есть это не вызовет большого потока транспорта и в то же время, ну, как-то, так сказать, решит вопрос с изменением функционального назначения и, так сказать, уровень, статус этой территории поднимет. Просто добавить там торговых площадей еще, ну, как бы это еще усугубит проблему. Второе место по оценке судей заняла Татьяна Побожная со своей командой. Девушка презентовала концепцию под рабочим названием «Базар-вокзал», который отражает всю суть идеи. Одна площадь у нас вокзальная, как была раньше, чтобы сохранить семейную историю, потому что вокзал, естественно, ну, как бы уже перенесли. А вторая площадь базарная непосредственно, которая насыщена торговой функцией. Вот, и в этом проекте мы хотели передать именно по заданиям конкурса две площади базарную и вокзальную и соединить их непосредственно пешеводной связи и насытить функцию. У нас функция непосредственно. Мы хотим весь этот портал сделать очень притягательным центром. Победу одержал достаточно тонкий и интеллигентный проект молодых архитекторов из Бреста, выступающий под именем «Воробьев и партнеры». Основным плюсом лидера стало минимальное финансовое вложение и сохранение здания старого автовокзала и городского рынка. Но функциональные изменения проект также предусматривает. У здания бывшего автовокзала появится новый внешний вид с функцией кафе или ресторана. Также проект предусматривает создание двух площадей для массового отдыха брещан. Одна из них появится перед зданием автовокзала, другая – за ним. Когда начнется реализация проекта победителя, пока остается загадкой. Первоначально следует найти инвестора, констатировал главный архитектор города Николай Власюк. А сама концепция предполагает поэтапную реализацию. Ведь в архитектурном вопросе спешки быть не должно. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БУК-ТВ.